...костей лицевого скелета, костей свода и основания черепа с образованием обширного дефекта и выпадения вещества головного мозга. Слепое осколочное ранение правого плеча, открытый перелом правой плечевой кости, множественные поверхностные осколочные повреждения туловища, верхних и нижних конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Сапкуевой, тяжкого вреда и наступление смерти. Томаеву ТА были причинены повреждения в виде перелома правой плечевой кости, множественных осколочных ранений головы и туловища конечностей с массивной кровопотери. Указанные повреждения образовались в результате воздействия тупых твердых предметов, чем могли являться поражающие элементы при взрыве взрывного устройства. Повлекли за собой причинение здоровью Томаева, тяжкого вреда и наступление смерти. Татровой АА были причинены одно слепое ранение передней стенки живота справа, проникающее в брюшную полу, сопровождавшееся повреждением петель кишечника и слепо заканчивающееся в мягких тканях забрюшного пространства. Два слепых ранения внутренней поверхности левого коленного сустава и левой голени с повреждением большеверцовой кости. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Татровой, тяжкого вреда и наступление смерти. Таучеловой АА были причинены множественные осколочные ранения кожных покров и мягких тканей правого предплечья, осколочные ранения правой и левой голени с образованием открытых переломок костей голени, повреждением крупных кровеносных сосудов нижних конечностей, а также множественные ссадины в области лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Таучеловой, тяжкое вреда и наступление смерти. Таучеловой АА были причинены травматические отрывы верхних правой конечности на уровне верхней трети правого плеча и левой кисти, отрывы обеих нижних конечностей на уровне голени, посмертное обугливание кожных покровов и мягких тканей лица, туловища, конечностей, вплоть до костей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Таучеловой, тяжкое вреда и наступление смерти. Тебеевой ААБ были причинены одно сквозное и три слепых осколочных ранения передней поверхности грудной клетки, проникающих в плевральные полости и сопровождающихся повреждением внутренних органов, множественные сквозные и слепые осколочные ранения наружных и передних поверхностей верхних и нижних конечностей в пределах мягких тканей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тебеевой, тяжкое вреда и наступление смерти. Теттову ТЭ были причинены травматическая ампутация правого бедра, перелом левого коленного сустава, термические ожоги, 100% площади тела. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тетова, тяжкое вреда и наступление смерти. Тетовой ААБ были причинены множественные осколочные повреждения головы, шеи и грудной клетки верхних и нижних конечностей, вызвавшие острую массивную кровопотерю и наступление смерти Тетовой. Такмаеву СА было причинено множественное осколочное ранение грудной клетки, живота, конечностей с повреждением внутренних органов. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тетова, тяжкое вреда и наступление смерти. Тетова ААБ были причинены одно огнестрельное осколочное слепое проникающее ранение головы с дырчатым переломом лобной кости, повреждение вещества головного мозга, обгорание и обугливание головы, шеи и туловища верхних и нижних конечностей, со вскрытием брюшной полости, сгоранием петель тонкого кишечника, правой и верхней конечности, серо-черным обугливанием костей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тетова, тяжкое вреда и наступление смерти. Тотиеву БТ были причинены травматический отрыв правой верхней конечности на уровне верхней трети плечевой кости, травматический отрыв правой нижней конечности на уровне тазобедренного сустава, огнестрельное осколочное слепое ранение верхней трети левого бедра в пределах мягких тканей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тотиева, тяжкое вреда и наступление смерти. Тотиевой АТ были причинены множественные осколочные раны мягких тканей головы и шеи, верхних конечностей, которые образовались от действия компонентов взрывного устройства и повлекли за собой наступление смерти Тотиевой. Тотиевой АК были причинены слепое огнестрельное ранение теменно-затылочной области головы справа, проникающее в полость черепа с повреждением вещества головного мозга и переломом костей свода черепа, множественные ссадины на задней поверхности грудной клетки, левой верхней конечности лица. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тотиевой, тяжкое вреда и наступление ее смерти. Тотиевой АЛТ были причинены множественные осколочные ранения нижних конечностей в проекции крупных кровеносных сосудов, повлекшие острую массивную кровопотерю, которые образовались в результате срабатывания взрывного устройства, начиненного твердыми предметами сферической формы и повлекли за собой наступление смерти Тотиевой. Тотиевой ДК были причинены повреждения головы с разрушением костей черепа и вещества головного мозга и обгоранием их, обугливание мягких тканей, костей и внутренних органов грудной клетки, живота верхних и нижних конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение вреда здоровью Тотиевой, тяжкого и наступления смерти. Тотиеву АЕ было причинено слепое огнестрельное ранение головы с повреждением левой височной кости и вещества головного мозга, повлекшее за собой причинение здоровью Тотиева, тяжкого вреда и наступления смерти. Тотиевой были причинены осколочные ранения головы с повреждением вреда и наступления ее смерти. Тотиевой КГ был причинен травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне тазобедренного сустава с повреждением крупных кровеносных сосудов. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Тотиевой, тяжкого вреда и наступления смерти. Тотиевой ТС были причинены осколочные ранения области правой щеки, ушибленная рана лобной области справа с разморжением мягких тканей, открытые переломы малоберцовой и большеберцовой костей левой голени, верхней трети, открытый перелом правой бедренной кости, открытые многооскольчатые переломы обеих костей правой голени и средней и нижней трети. Обширные участки осоднения наружной поверхности правого плеча и предплечья, множественные участки посмертных поверхностных термических ожоговых поверхностей передней и переднебоковых поверхностей тела. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Туаева тяжкого вреда и наступление смерти. Туганову Б.Г. были причинены 2 огнестрельных пулевых ранения грудной клетки, 2 огнестрельных пулевых ранения правого плеча, огнестрельные пулевые ранения живота, подбородка посередине предплечья, правого локтевого сустава. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровья у Туганова тяжкого вреда и наступления смерти. Так, Маеву АА были причинены слепое огнестрельное ранение задней поверхности грудной клетки слева, проникающую в плевральную полость с повреждением внутренних органов, слепое огнестрельное ранение затылочной области головы, слева проникающая в полость черепа с повреждением вещества головного мозга, перелом костей свода черепа, множественные слепые огнестрельные осколочные ранения мягких тканей туловища, множественные ссадины задней поверхности туловища, указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Такмаева тяжкого вреда и наступления смерти. Урмановой ЗС были причинены термические ожоги третьей и четвертой степени верхних дыхательных путей туловища нижних конечностей, которые образовались от высокой температуры. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Урмановой тяжкого вреда и наступления смерти. Урмановой МА были причинены множественные проникающие и непроникающие осколочные ранения груди и живота с повреждением внутренних органов, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей с разморжением мягких тканей и внедрением в раны инородных тел, закрытые переломы левой бедренной кости в верхней и нижней трети, правой бедренной кости в верхней трети, закрытые переломы малоберцовой и большеберцовой костей левой голени и средней трети. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Урмановой тяжкого вреда и наступления смерти. Урмановой РС были причинены одно слепое проникающее осколочное ранение передней стенки живота с расположением входного отверстия в левой подвздошной области термической ожоги третьей и четвертой степени головы, туловища, конечности около 60% поверхности тела с обугливанием мягких тканей обеих нижних и правой верхней конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Урмановой тяжкого вреда и наступления смерти. Урусову АЭ были причинены слепое проникающее осколочное ранение передней поверхности половины грудной клетки с повреждением органов грудной полости, сквозное осколочное ранение правого плеча с оскольчатым переломом плечевой кости, множественные осколочные ранения кожных покровов правой половины туловища конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Урусова тяжкого вреда и наступления смерти. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Урмановой тяжкого вреда и наступления смерти. Хадикову и А были причинены осколочные ранения в области передней поверхности грудной клетки с переходом в проекцию левого плечевого сустава, с повреждением мягких тканей, переломами рёбер, нарушением целостности ткани, левого лёгкого, осколочное ранение в области наружной поверхности правого бедра, верхней трети с повреждением мягких тканей. Ожоги второй степени в области заднебоковых поверхностей верхних конечностей, области поясницы, ссадины в области левой скулы, левой брови, в области лба, справа, множественные ссадины на задних поверхностях нижних конечностей, указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Хадикова тяжкого вреда и наступления смерти. Хадиковой и Эс были причинены множественные огнестрельные раны грудной клетки и нижних конечностей, обширное обгорание мягких тканей трупа. Данные повреждения образовали следствие воздействия на тело фактора взрыва взрывного устройства и повлекли за собой наступление смерти Хадиковой. Хамадкоевой и Эрде были причинены множественные осколочные ранения передней поверхности грудной клетки и живота справа и слева, сопровождавшиеся повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Хамадкоевой тяжкого вреда и наступления смерти. Хаутовой и Эн были причинены повреждения головы и разрушения мягких тканей, костей, свода черепа, вещества головного мозга, переломами костей лицевого скелета, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей, переломами обеих плечевых костей и правой бедренной кости. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Хаутовой тяжкого вреда и наступления смерти. Хаутовой и Эн были причинены повреждения в виде множественных слепых осколочных ранений шеи, сопровождавшиеся повреждением сосудов шеи, множественных слепых осколочных ранений внутренней поверхности правого коленного сустава и передней поверхности правого плечевого сустава с разморжением мягких тканей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение тяжкого вреда и наступление смерти Хубаевой. К Хубецовой АФ были причинены проникающие осколочные ранения головы в левой лобно-височной области грудной клетки поясницы ягодиц с повреждением спинного мозга, головного мозга, черепа, позвоночника, внутренних органов, костей, таза, рёбер, поверхностные раны задней поверхности грудной клетки в области левой лопатки, плечевого сустава, задних поверхностей бёдер, голени, внутренние поверхности правой стопы, ссадины левого уха, левого плеча, живота, передних поверхностей бёдер, указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Хубецовой тяжкого вреда и наступление её смерти. К Худалову ББ были причинены сочетанная огнестрельная осколочная рана, проникающая осколочное ранение брюшной полости с повреждением стенок 12-перстной тонкой и поперечно-ободочной кишок, а также правой почки, проникающей осколочное ранение левой орбиты и области переносицы с оскольчатыми переломами костей нижней стенки левой орбиты и передней стенки левой верхней челюстной пазухи, множественные поверхностные осколочные ранения мягких тканей по передней наружной поверхности нижних конечностей с наличием металлических осколков. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Худалова, тяжкого вреда и наступление его смерти. К Хузмиеву ГА были причинены множественные проникающие и непроникающие осколочные ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов и брюшной полости, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей с разморжением мягких тканей и внедрением в раны инородных тел, закрытый перелом локтевой и лучевой костей в нижней трети. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровья у Хузмиева, тяжкого вреда и наступление его смерти. К Хузмиевой С.А. были причинены повреждения в виде множественных ссадин головы, туловища, конечностей и слепого огнестрельного осколочного ранения головы с выпадением костей свода черепа, разрушением костей свода основания черепа, разрушением вещества головного мозга и его стволовых отделов. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровья у Хузмиевой, тяжкого вреда и наступления его смерти. К С.А. были причинены множественные осколочные ранения головы с повреждением костей черепа, вещества головного мозга, передней брюшной стенки, передней боковой поверхности верхней трети левого бедра. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровья у Соболова, тяжкого вреда и наступления его смерти. Целагову ТБ были причинены множественные проникающие осколочные ранения головы с разрушением головного мозга, осколочные ранения передней поверхности грудной клетки, правой и нижней конечности. Данные раны образовались в результате срабатывания взрывного устройства, возможно начиненного твердыми предметами сферической формы, диаметром примерно 0,9 см и повлекли за собой наступление смерти Целагова. Царахову ТТ были причинены слепое огнестрельное осколочное ранение грудной клетки, проникающую в плевральную полость, слепое огнестрельное осколочное ранение левого локтевого сустава со скольчатым переломом локтевой кости. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Царахова, тяжкое вреда и наступление его смерти. В Цахиловой АБ были причинены два слепых осколочных ранения с задней поверхности грудной клетки слева на уровне 4 и 6 межереберий, одно слепое осколочное ранение поясничной области справа, проникающую в брюшную полость, обугливание мягких тканей туловища, конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цахиловой, тяжкое вреда и наступление ее смерти. В Цибировой ТВ были причинены множественные слепые осколочные ранения с задней поверхности грудной клетки поясничной области. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цибировой, тяжкое вреда и наступление ее смерти. В Цириховой и А были причинены повреждения в виде трех проникающих слепых осколочных ранений передней поверхности живота справа и слева, сопровождавшихся внутренним кровотечением из поврежденных органов брюшной полости. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цириховой, тяжкое вреда и наступление ее смерти. В Цкаеву были причинены повреждения в виде слепого огнестрельного ранения теменно-затылочной области головы, проникающего в полость черепа с разрушением вещества головного мозга, перелом костей свода черепа, множественных слепых огнестрельных осколочных ранений, мягких тканей задней поверхности грудной клетки. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цкаева, тяжкое вреда и наступление его смерти. Цкаевой КР было причинено грубое анатомическое разрушение головы, шеи и грудной клетки левой верхней конечности. Указанное повреждение повлекло за собой наступление смерти Цкаевой. Цугоеву АК были причинены одно проникающее слепое осколочное ранение теменной области головы справа, одно проникающее слепое осколочное ранение задней поверхности грудной клетки справа с повреждением правого легкого, сопровождавшееся внутренним кровотечением, слепое осколочное ранение мягких тканей наружной поверхности, левого предплечья и средней трети. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цугоева, тяжкого вреда и наступление его смерти. Цугоеву ВК были причинены одно проникающее слепое осколочное ранение лобной области головы справа с повреждением лобной кости, разрушением вещества головного мозга, три проникающие слепые осколочные ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов грудной клетки, сопровождавшиеся внутренним кровотечением, два слепых осколочных ранения передней и внутренней поверхности правого плеча в средней трети с разморжением мягких тканей плеча и внедрением раны инородных тел. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цугоева, тяжкого вреда и наступление смерти. Цугоевы ВК были причинены Проникающее слепое осколочное ранение левой височной области, единичные проникающие слепые осколочные ранения левой боковой поверхности грудной клетки и живота, осколочные слепые ранения мягких тканей области левой щеки, наружной поверхности левого плеча в средней трети, наружной поверхности левого плечевого сустава с разморжением мягких тканей и внедрением раны инородных тел, Закрытый перелом правого плеча в средней трети со смещением отломков. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цугоевой тяжкого вреда и наступление ее смерти. В Цугоевой ЗМ были причинены одно проникающее слепое осколочное ранение задней поверхности грудной клетки справа с разморжением мягких тканей в области кожной раны с повреждением тела правой лопатки правого легкого с внедрением в рану инородного тела, травматическая ампутация левой нижней конечности от уровня коленного сустава, обширная разморженная рана наружной поверхности правого бедра. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Цугоевой тяжкого вреда и наступление ее смерти. Чеджемы УЗВ были причинены открытое огнестрельное осколочное ранение головы с дефектом костей свода черепа, многооскольчатым переломом костей лицевого скелета и основание черепа с полной потерей головного мозга. Множественные огнестрельные осколочные ранения мягких тканей брюшной стенки и бедер указанные повреждения повлекли за собой причинению здоровья Чеджемова тяжкого вреда и наступление его смерти. Чеджемовой ЛЦ были причинены одно осколочное слепое проникающее ранение головы с дырчатым переломом лобной части, слепое проникающее ранение груди с повреждением внутренних органов, обширные рваные раны живота, таза, промежности левого бедра со вскрытием брюшной полости, многооскольчатыми переломами костей таза, поясничного отдела позвоночника, обгорание и обугливание головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, со сгоранием мягких тканей, голеней, серо-черным обугливанием костей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Чеджемовой тяжкого вреда и наступление ее смерти. Чеджемовой РТ были причинены множественные огнестрельные осколочные сквозные ранения головы, груди и обеих верхних конечностей с переломами костей свода черепа, повреждением вещества головного мозга, внутренних органов, многооскольчатыми переломами обеих костей обоих предплечий. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровью Чеджемовой тяжкого вреда и наступление ее смерти. Шаблохову АБ были причинены слепое проникающее ранение теменно-височной области головы слева с повреждением вещества головного мозга, ушибленная рана теменно-затылочной области головы справа, слепое проникающее ранение передней поверхности грудной клетки слева с повреждением нижней доли левого легкого, закрытый перелом нижней трети правого бедра, множественные поверхностные осколочные раны головы туловища верхних и нижних конечностей. Указанные повреждения повлекли за собой причинение здоровья Шаблохова тяжкого вреда и наступление его смерти. Куцуеву АИ было причинено огнестрельное ранение грудной клетки справа, проникающую в плевральную полость со скольчатым переломом 4, 5, 6 ребер справа с повреждением верхней доли правого легкого, гематараксом, сопровождавшимся шоком тяжелой степени, ДВС-синдромом и осложнившимся синегнойным сепсисом. Указанное повреждение повлекло за собой причинение здоровью Куцуева тяжкого вреда и наступление смерти. Вместе с тем в результате умышленного приведения в действие взрывных устройств и воздействия факторов взрыва получили повреждения, от которых скончались на месте преступления. Агаева, Азиева, Албегово, Аликово, Арсоево, Базрово, Баландин, Балекоево, Баскаево, Батагово, Бекмурзово, Будаево, Бурнацево, Галстян, Григорян, 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 Гуриево, Гутиево, Джибилово, Зарасово, Захова, Згоева, Дзиова, Дзиова, Дудиева, Дзямбекова, Гапоева, Замесова, Кадалаева, Кантемирова, Караева, Карсанова, Кастуева, Каззаева, Козырев, Кузырев, Кулов, Кулова, Курносова, Кусова, Кучиева, Макиева, Малиева, Мамаева, Кртычан, Музаева, Нагаева, Норматова, Озиева, Плиева, Пухаева, Рудик, Русова, Сабанов, Салказанова, Седаков, Седакова, Смирнова, Соскиева, Тебиева, Теблоев, Тедеева, Теттова, Тегиева, Токова, Тотиева, Тотрова, Третьякова, Туаев, Туаева, Тускаева, Фраева, Фриева, Хаблиева, Хадикова, Хаева, Ханаева, Цирихова, Ходова, Ходов, Ходова, Хуадонова, Хубаев, Худалов, Худалов, Цараков, Ценоева, Цирикова, Скаева, Цой и Цамартов. Преступные действия Кулаева и других членов банды были пресечены 3 сентября 2004 года при задержании Кулаева и уничтожении остальных членов банды в ходе проводимых сотрудниками правоохранительных органов специальных мероприятий по освобождению насильно удерживаемых граждан. Таким образом, своими умышленными действиями Кулаев совершил преступление, предусмотренное пунктами А, Б, В, Д, Е, Ж, З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двум и более лицам, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, лицам заведомо для виновного находящимся в беспомощном состоянии, сопряженного с захватом заложников, сопряженного с бандитизмом, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и организованной группой. Он же является членом устойчивой вооруженной группы банды под общим руководством Масхадова, Басаева, Хашиева, Абудзейта и непосредственным руководством Хучбарова, то есть действия в составе организованной группы совместно с членами банды Хучбаровым, Кулаевым, Шибихановым, Шибихановым, Камурзоевым, Дзортовым, Цечоевым, Хачубаровым, Цакевым, Торшкоевым, Ходовым, Цечоевым, Ахмедовым, Торшкоевым, Ильевым, Пошевым, Ярыжевым и 14 неустановленными органами предварительного следствия членами банды, исполняя волю руководителей банды в соответствии с разработанным ими планом, 1 сентября 2004 года примерно в 9 часов 15 минут в городе Беслане правобережного района Республики Северной Осетии Аланья принял участие в совершении акта терроризма, направленного на понуждение органов государственной власти и Управления Российской Федерации к выполнению антиконституционных политических требований и освобождению от уголовной ответственности лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Северокавказского региона, в том числе в ночь с 21 на 22 июня 2004 года на территории Республики Ингушетия. Методами давления на органы государственной власти и Управления Российской Федерации, руководителями устойчивой вооруженной группы банды были разработаны, избраны захват большого количества граждан в качестве заложников, совершение убийств граждан, военнослужащих сотрудников правоохранительных органов, разрушение зданий и сооружений, уничтожение принадлежащего гражданам имущества. В соответствии с предварительно разработанным планом 1 сентября 2004 года, примерно в 9 часов 15 минут Кулаев и другие члены банды, вооруженные огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, оснащенные взрывчатыми устройствами на автомашинах ВАЗ-66 и ВАЗ-2107, прибыли на улицу Коминтерна города Беслана Правобережного района. Действия в соответствии с распределенными ролями Кулаев и другие члены банды двумя группами окружили территорию среднеобразовательной школы номер 1, где ученики и учителя школы, приглашенные граждане, собрались для проведения торжественных мероприятий по поводу начала учебного года. Исполняя отведенную ему роль Кулаев и другие члены банды, используя огнестрельное оружие, осуществили захват находившихся на территории школы номер 1 граждан в качестве заложников и насильственно поместили захваченных ими граждан в помещение спортивного зала. Вперед с 1 по 2 сентября 2004 года Кулаев и другие члены банды производили множество выстрелов в направлении граждан, приближающихся к зданию школы, либо находившихся в зоне досягаемости выстрелов из огнестрельного оружия в цели умышленного лечения их жизни. В цели уподавления воли граждан захваченных в качестве заложников к сопротивлению 1 сентября того же года в ходе захвата граждан в качестве заложников руководитель банды «Хучбаров», объединенный с Кулаевым и другими членами банды единым преступным умыслом, направленным на лечение жизни захваченных граждан в присутствии других захваченных, в том числе и несовершеннолетних и малолетних граждан, причиняя последним особое нравственное страдание из имеющегося у него автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм, совершил убийство Фраева РМ, в тот же день далее реализуя преступный умысел, направленный на лечение жизни граждан захваченных в качестве заложников в цели уподавления воли заложников к сопротивлению Кулаев и другие члены банды, выделили из числа захваченных граждан мужчин в полиции 16 человек, способных предпринять активные действия по освобождению, и заведя указы на помощь граждан в один из кабинетов в целью лечения жизни, совершили их убийство, произведя множество выстрелов из имеющегося огнестрельного оружия, далее реализуя единый преступный умысел, направленный на лечение жизни захваченных граждан, часть членов устойчивой вооруженной группы, в том числе и Кулаев, в помещении спортивного зала, то есть в месте содержания заложников, установили предназначенные для поражения живой силы два самодельно-взрывных устройства, изготовленных с использованием взрывчатых веществ, пластида и гексогена, готовых поражающих элементов, металлических шариков, электродетонаторов, с радиусом поражения не менее 200 метров и не менее 6 самодельно-взрывных устройств, изготовленных на основе противопехотных осколочных мин, кругового поражения ОЗМ-72 промышленного производства, самодельными доработками. 1 сентября, находясь в здании среднеобразовательной школы номер 1, Кулаев и другие члены банды Хучбарова, реализуя преступную мысль, направленную на лечение жизни находившихся в окрестностях школ и граждан, произвели множество выстрелов из имеющегося у них огнестрельного оружия. В результате умышленных преступных действий 1 сентября Цугоев получил повреждения в виде слепого огнестрельного пулевого ранения левой голени, которая образовалась в результате выстрела из огнестрельного оружия и квалифицируется как причинившее легкий вред здоровью. Цугоев получил повреждения в виде сквозного пулевого ранения левого плеча и психотравмы в виде смешанной тревожной депрессивной реакции в результате расстройства адаптации, причинившее вред здоровью средней степени тяжести. Халбалов ХАЭ получил повреждения в виде сквозного огнестрельного ранения правого предплечья, множественных осколочных ранений правого предплечья, причинившие легкий вред здоровью. Хадарцев ГАТ получил повреждения в виде сквозного...